Япония запретит экспорт некоторых поддержанных автомобилей в Россию. Правительство Японии планирует значительно усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе поддержанных, как дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Эмюри. Правительство планирует до конца июля утвердить изменения в порядок контроля за экспортной деятельностью, основанном на законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа, с апреля прошлого года Япония запретила экспорт в Россию элитных автомобилей стоимостью более 6 миллионов йен, 33 780 долларов. В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 кубических сантиметров, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили, согласно статистике торговли Министерства финансов стоимость экспорта из Японии в Россию в 2022 году составила около 600 миллиардов йен, 3 378 016 085 долларов, что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 тысяч поддержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии, санкции против РФ, 11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу 23 июня. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Барреля, Европейский совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, в начале июля президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ. В том числе против «Росатома». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.